Многие жители Алтайского края изменили планы на отдых. Это произошло из-за скандала с туроператором «Жемчужная река». Напомним, тысячи туристов несколько дней не могли вернуться из Китая в Россию. Информационное агентство «Банкфакс» сообщает, что, по словам местных туроператоров, доверие к путевкам потеряно. Продажи туров на конец декабря 2018-го, начало января 2019-го оказались самыми низкими за последние пять лет. На данный момент ситуация не изменилась. Эксперты считают, что основная причина именно ситуация с «Жемчужной рекой». В газетах и на сайтах продолжают активно обсуждать питание алтайских школьников. А между тем, бийский рабочий знакомит своих читателей с тем, как питаются учащиеся в разных странах мира. К примеру, в Германии во многих школах нет столовых, и еду дети часто приносят с собой. Если же столовая есть, то кормят там немецкими блюдами – колбасками, сосисками, свежими овощами и фруктами. Счастливые финские школьники питаются бесплатно. Меню на неделю часто публикуют в газетах или на сайтах. Чем кормят школьников в Таиланде, Южной Корее и во Франции – читайте на страницах бийского рабочего. Исследовательские станции на Луне могут появиться к 2050 году. Сейчас алтайские ученые разрабатывают аппарат, который позволит искать и добывать воду на спутнике Земли, сообщает «Комсомольская правда Барнаул». Исследования наши ученые проводят совместно с китайскими коллегами. Предполагается, что обнаружение и добыча воды на Луне откроет дорогу дальнейшим исследованиям и заселению спутника. Профессор бийского технологического института уверен, что воды на обратной стороне Луны на небольшой глубине должно быть достаточно, чтобы построить лунные станции, где могли бы жить целые исследовательские коллективы. Аргументы и факты Алтая сообщают, что 26 января в Аграрном университете пройдет день открытых дверей. Посетители ознакомятся с правилами и порядком поступления в университет, узнают подробную информацию об интересующих факультетах и не только. Начало мероприятия в 12 часов, адрес Красноармейский, 98. Завершим обзор на минорной ноте. Информационный портал Толк сообщает, что ушла из жизни известная блогерша, которая не так давно гостила у нас в Белокурихе. Причина – онкология последней стадии. 91-летняя баба Лена с 83 лет путешествовала по миру, несмотря на преклонный возраст. До последнего времени она ездила на байке, каталась на лошадях, купалась в океане и пробовала экзотическую пищу.